Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и ее ведущий Отец Назарий. В Священном Писании мы неоднократно видим, как Христос говорит о важности умения прощать. И, наверное, первая цитата, которая приходит нам на ум, когда мы говорим о прощении, это слова из молитвы Господней, молитвы Отче Наш. «И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». То есть здесь, в этой молитве, мы просим, чтобы Господь простил нам наши грехи так же, как и мы прощаем грехи людям другим, которые согрешили против нас, против наших близких, ну или как-либо нас обидели. Но что значит по-настоящему простить? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Воскресения Христова, села Воскресенка Ирея Максимом Портновым. Отец Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Максим, что такое настоящее прощение? Что значит простить по-настоящему человека? Ну вообще простить — это получается проявить милосердие по отношению к человеку, это не держать злость, не желание мстить тому, кто совершил по отношению к нам какую-то пакость, не таить обиду и так далее. Вот это всё и является прощением. Но тут сложность заключается в том, что мы привыкли, что это обязательно виновник тот, кто вот в адрес нас что-то сделал. Но есть один такой момент, который не всегда воочию можно увидеть, что, возможно, я сам в той или иной степени мог этого человека спровоцировать по отношению к себе. И здесь получается, что человек, невольно, видя слабость по тем или иным моментам в другом человеке, мог сознательно или не совсем сознательно продвигать человека к тому, чтобы он в адрес него сделал вот то действие, значит, которое он в итоге сделал. И сам человек в итоге остаётся виновником, значит, вроде совершил преступление тот, вот, значит, но на самом деле виновником являешься ты сам в том или ином виде. И, значит, в твоём сердце находится вот эта вот обида, злость, нелюбовь по отношению к этому человеку. И допуская в своё сердце вот этот вот порог, такую червоточинку, мы не даём своему сердцу возможность оставить это всё, потому что вот этот наш эгоизм, он, получается, как бы находится в состоянии раздражения. И получается, что человек в этот момент испытывает такую крайнюю степень любви по отношению к себе, что я бедный, несчастный, меня все обидели и так далее, значит, и не остаётся тогда возможности у человека освободиться от этого. Поэтому вот в молитве, о которой вы говорили, «Отче наш», там и указан вот этот вот момент, что, значит, мы должны оставить эти прегрешения, и тогда и Бог оставит прегрешения и нам. То есть это и есть условие прощения. То есть мы должны обратить внимание на себя самого. И вот тут есть одна очень интересная мысль. Чтобы понять, что такое прощение, нужно задаться вопросом, что такое быть прощённым. То есть как это на себе самом испытать. И вот, если позволите, я зачитаю ответ митрополита Антония Сурушского, который отвечает на этот вопрос очень необычным образом. Значит, что значит, что меня простили? Что это означает? И вот зачитываю. «Это всегда значит, что кто-то тебя достаточно полюбил, чтобы взять на себя твой грех и его, и жить в себе». Очень необычная мысль. «Взять на себя твой грех». И получается, что условием прощения тебя является, когда другой человек идёт на пути примирения с тобой, ну каким образом? «Понимая твою немощь, принимая твои слабости и покрывая это всё своей любовью». И, соответственно, отсюда мы получаем и ответ для себя. То есть чтобы простить другого человека, я должен его немощь принять. То есть увидеть в другом человеке вот эту вот слабость, не имение возможности должным образом как-то проявить себя, отреагировать, может быть. То есть человек поддался на какие-то свои эмоции, чувства. Или вот как я говорил, мы сами спровоцировали так или иначе этого человека. Значит, и вот приняв вот эту слабость другого, взять её в своё сердце и покрыть своей любовью. И вот дальше он продолжает. «Поэтому мы должны быть готовыми смириться, принять это целительное унижение, даже как он говорит. И только если мы можем его принять всем сердцем, всем сознанием своим, мы можем быть исцелены». То есть исцеление наше происходит только тогда, когда мы принимаем вот это вот принятие другого. Вот такой интересный метаморфоза получается. И тогда происходит взаимное прощение друг друга. А если это всё только вот с одной стороны, то вот этого прощения не происходит. не с моей точки зрения, я сам не могу простить этого человека, потому что он не принимает это прощение. Значит, и я сам не могу до конца это всё изжить из своего сердца, потому что я не снизошёл до немощи конкретно взятого человека, значит, не допустил возможности этого, и не покрыл своей любовью те его пороки, немощи, которые вот в нём есть. Отец Максим, а прощать нам, христианам, нужно все грехи и всех людей? Или что-то ты можешь просить, а что-то всё-таки христианину прощать нельзя? В Евангелии мы встречаем слова Христа, где Господь говорит, всякий грех простится человеку, но хула на Духа Святаго не простится. Или есть момент в Священном Писании, где, что если брат твой согрешит, иди, сделай ему заменчание, то есть обречи его наедине, послушай тебя, приобрёл брата, не послушает, возьми с собой ещё несколько свидетелей, чтобы при слове нескольких людей вразуметь, если не послушает и вас, приведи его в церковь, если церковь не послушает, то здесь говорят, да будет тебе как язычник и мытарь. То есть здесь как-то, ну, даже прощением тут, скажем так, его даже и нет нигде прощения на горизонте. Но так, по крайней мере, кажется, когда ты вот читаешь некоторые отрывки Священного Писания, и возникает вопрос, а нам самим в жизни, чем нужно руководствоваться? Тем, что мы все грехи прощаем и всех людей, или не всех? Тут важно понять, что прощение не значит попустительство. Вот очень часто делают вот тут вот ошибку. И да, действительно, Священное Писание прямо и чётко говорит, что если вы будете прощать должникам вашим, то и Отец ваш Небесный простит вам. Но есть ещё одна очень важная цитата из Священного Писания, где более конкретно понятно, именно о чём идёт речь. Зачитаю. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И тут главным словом является «во Христе». «Что значит простить во Христе?» Вот другую цитату, которую вы очень привели, где сначала ты должен поговорить один на один с человеком. И это очень важный момент. Потому что, ну, на практике получается это следующим образом. Ты мог неправильно его понять. И в большинстве, кстати, случаев получается именно так, что ту ситуацию, которую ты увидел, те слова, которые ты услышал, те моменты, которые тебе, может, кто-то передал, они тобою были просто элементарно, неправильно осознаны. Поэтому ты должен перепроверить у источника этой ситуации или этих слов, оправда ли я все правильно понял. Ты действительно сказал так? Ты действительно сделал то-то, то-то? Или это вот, помните, там в нашем детстве была такая игра там «сломанный телефон», да? Вот. Это очень хорошо, кстати. Особенно, когда через третьи руки информация дается. А вот я слышал, а вот мне подруга рассказала, и пошло-поехало вот это вот. Целая цепочка, которая приводит к очень, в основном, печальным последствиям. Поэтому вот на этом сделаю акцент. Очень важно сначала подойти и уточнить у конкретно взятого человека или там некого источника, а вот я все правильно понял или все-таки нет. Потом человек, опять, не доверяя самому себе, он думает так, ну, наверное, где-то я что-то не осознаю, не понимаю, не владею всей информацией, значит, еще что-то. Поэтому давай-ка я вот возьму еще двоих, троих людей, таких независимых экспертов, условно говоря, и вот мы уже втроем подойдем к этому человеку и, во-первых, услышим то, что он говорит, уже втроем эту информацию обсудим. То есть, может, мы втроем это поймем. А во-вторых, возможно, этот человек услышит от нас уже объяснение от троих людей тех моментов, которые он сказал, и тогда получится, что он убедится в ошибочности своих слов, потому что просто один на один обычно это не работает. Я сказал одно, ты мне сказал другое. Ты про Фому, я про Ерему, да? И все остались при своем. То есть, никаких изменений не произошло. А здесь получается возможность еще раз перепроверить информацию, и вот получается, возможно, как-то правильно ее донести уже с позиции нескольких людей. И вот самым главным является вот этот последний момент. То есть, если первые два не сработали, то пойди в церковь. А вот здесь в цитате говорится о Христе. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что церковь как абсолютный институт, который позволяет выстроить очень четкие, конкретные объяснения, а что есть зло, что есть белое, что есть черное. И я вот постоянно об этом говорю своим прихожанам, что в свое время я пришел к христианству именно этим путем. То есть, когда я учился в Пит-колледже, у меня возник вопрос, а как детям рассказывать о понятиях добра и зла? То есть, где это? И когда я стал размышлять над этим вопросом, оказалось, что я сам-то правильно понимаю, что такое хорошо, что такое плохо. И оказалось, что нет. Потому что, в основном, человек смотрит субъективно, то есть я так считаю. Иногда человек смотрит с точки зрения некого общества, группы лиц, они так считают. Но и в первом, и во втором случае это не критерий истины. А критерием истины в этом плане является Бог и Церковь. И вот они являются отправной точкой понимания, а как правильно объяснить те или иные вещи, что является добром, а что является злом. И вот когда мы приходим ко Христу, то Христос в итоге становится источником понимания, что правильно, что неправильно, куда нужно двигаться. И вот только из этого, исходя, мы можем научиться вот в этих всех ситуациях разбираться. Ну, получается, все-таки, вот мы разобрали ситуацию, нашли решение, и получается, нужно нам прощать человека, как бы он вот все-таки не согрешил против нас. Правильно? Прощать нужно в каком контексте? Да, я, наверное, ушел немножко в сторону, что внутри своего сердца у меня не должно быть злости, ненависти, желание отмщения по отношению к тем действиям, которые он сделал. Но это не означает, что я должен примириться с грехом, который он делает. То есть вот мысль-то моя была о чем? Что именно через призму церкви мы можем дать определение, что же на самом деле является белое, а что на самом деле является черное. В Евангелии есть одна очень такая страшная фраза. Господь говорит, что «Если зло, если тьма, которая в тебе есть свет, то какова же тогда тьма?» То есть если то, что в тебе ты называешь добром, светом, любовью, но с христианской точки зрения, с позиции Бога, это именно тьма, то тогда что же для тебя является вот этим неким дном, которое ты назовешь тьмой? То есть это вопрос именно понимания отдельно взятого человека, что есть зло. И вот если этот человек не имеет объективного источника понимания добра и зла, то и не получится ему донести какие-то вещи. Вот идет о чем речь. А вот я для себя должен иметь вот эту точку отправную понимание, а где эта отправная точка? Вот она находится в Священном Писании, вот она находится в Церкви. И через призму именно не моего субъективного понятия, не понятия некого общества, ученых каких-нибудь или еще какой-то группы лиц, а именно через призму Священного Писания я и могу дать вот этот ответ, а я лично что имею в своем сердце по отношению к этому человеку. И да, я должен грех называть грехом, черное называть черным, но по отношению к человеку, грешнику, я должен испытывать ну как минимум сострадание в виде его заблуждения и непонимания. Отец Максим, а сколько раз нужно прощать человека? Может быть такой момент, что ты раз простил человека, два простил человека, три, а он все повторяет и повторяет. У человека уже рано или поздно возникает вопрос сколько его можно прощать? Может быть я своим прощением ну просто это прощение превращаю в попустительство? Как нам быть? Да, это часто такое бывает, хотя конкретно Священное Писание нам говорит такую очень странную фразу Христа зачитаю до семидежды семидесяти раз. И вот толкователи этого места в основном говорят, что это не определенное число, это не семьдесят семь, это не семь умноженное на семьдесят, это некое бесчисленное количество раз. Но тут нужно понять о чем идет речь. Опять, это не попустительство тем беззаконием, которые творит человек, это недопускание этих беззаконий в свое собственное сердце, это во-первых. А вот, а получается, во-вторых, возможность всегда ставить ну как бы двери милосердия открытыми по отношению к этому грешнику, то есть показать ему, что ты всегда можешь вернуться. Вот у нас есть замечательный пример в этом плане такого прощения в Священном Писании притча о блудном сыне. Вот очень она в этом плане интересна, что отец позволяет своему сыну, младшему причем, взять имение и уйти. То есть он его спокойно отпускает, давая ему возможность совершить те грехи, которые он совершает в итоге. Но со своей стороны он оставил вот эти двери милосердия открытыми. И когда сын возвращается, он там вот интересный момент в Священном Писании, что отец увидев его издали побежал ему навстречу и обнял его. И Священное Писание всегда под отцом подразумевает Господу Бога, Отца Небесного, который всегда готов пойти навстречу человеку. Но тут есть очень важный момент. Сын осознал тот грех, который он сделал, и непосредственно придя к Отцу это все проговорил. В Священном Писании очень интересно это описывается, что сын еще находясь в стороне вот этой далече, дальней стороне, он стал рассуждать в сам себе, то есть рассудительность, голова заработала у него, что я согрешил на небо и перед Отцом, то есть перед Богом и перед Отцом Небесным и Отцом Земным. Значит, и вот он приходит к Отцу, отец его уже обнял, все, но он все равно еще раз проговорит, Отче, я согрешил перед тобой и перед Богом, перед небом. То есть вот мы должны прощать особенно тем, которые у нас попросили прощения. Но если человек не кается, не осознает свои грехи, не со своей стороны меняется и не просит прощения у нас, то вот здесь возникает вопрос. Не всегда это полезно. С Максимом, а кто должен первое прощение просить? Ну вот, на практике нам совершенно... Я перебиваю с Максимом. Понятное дело, что да, там есть какой-то вопиющий случай, да, и человек нанес какую-то обиду или серьезное оскорбление, ну здесь как бы понятно, если вот четко понятно, что действительно просто человек какой-то ужасный поступок совершил. Но бывает в жизни так, что, как правило, если ссоры и конфликт возникает, то где-то виноваты оба. И вы сами об этом вначале сказали, что даже может быть не специально, но человек каким-то образом спровоцировал. И скорее вот этот вопрос, он больше подходит именно к тем ситуациям, когда так или иначе вина и на той и на той стороне лежит. Вот вопрос, кто в этом случае должен первый подойти и попросить прощения? Ну вот тот, кто осознал свою степень виновности, пускай она будет там может быть в меньшей степени, но все равно осознание своей вины конкретно взятом моменте или ситуации или действия или тем более в словах. И вот придя в себя, как вот в Священном Писании мы выше говорили, мы должны осознать, то есть человек призывается к рациональному разговору с самим собою. То есть Священное Писание призывает проанализировать то, что ты сделал, значит, исходя из этого через призму Священного Писания и примеров там в жития святых и так далее, как раз-таки прийти к пониманию, что, друг, ты вообще-то виновен, ты сделал плохо, ты, может быть, спровоцировал конкретно взятого человека, значит, в том или ином моменте. И показав ему пример, особенно если мы говорим о ситуации, где с одной стороны есть христианин, то есть человек, который мало-мальски ходит в храм, читает Священное Писание, пытается жить по-христиански. А с другой стороны, возможно, это человек, который еще не пришел к христианству. И ты в этом плане ему должен как раз-таки показать вот этот образ и пример того, того, что ты делаешь. Причем Священное Писание нам прямо об этом указывает. Есть момент, где Господь говорит, что если ты пришел принести жертву Богу, но ты вспомнил, что есть человек, который на тебя обижается, или ты его обидел, значит, ты должен оставить эту жертву, пойти сначала примириться с этим человеком, и только после этого приносить жертву Богу, иначе жертву не будет принято. И мы каждый раз готовясь к причастию, читаем слова молитвы, значит, что первое примирися тебя опечалившим, то есть ты должен первым примириться с человеком, который тебя опечалил. Но и вот тут очень странный есть момент. Преподобный Варсонофий Великий говорит о том, что не всегда бывает полезно первому подходить и просить прощения. Странно звучит. Очень странно. Почему это? Значит, получается следующий момент. Особенно это касается, наверное, в первую очередь семьи, где люди достаточно долго находятся в связке друг с другом и уже понимают плюс-минус, кто перед тобой находится, и видеть видение всех недостатков, моментов и так далее. И вот Варсонофий святой как раз таки и говорит, что видя, что если человек, значит, когда ты у него попросишь прощения, неправильно воспринимает эту информацию, а получается как бы видит, что тогда он прав, что он в этой ситуации правильно все сделал, правильно все сказал и так далее, то ему это не полезно. Получается, не полезно бывает первым подойти попросить прощения, потому что другая сторона не подходит к этому рационально, она не осознает на самом деле, что произошло, а как бы утверждается через прощение другого, воспринимая это как некую форму слабости. Ага, я же тебе говорил, вот ты у меня просишь прощения, значит я был прав. И в итоге происходит то, что не должно произойти, а с другой стороны нет осознания, что произошло, другая сторона не кается в своем грехе, наоборот, еще и утверждается и делает в итоге на постоянную основу те или иные вещи, то есть человек не усвоил урок. Отец Максим, вот если можно кратко, просто вот этот аргумент в пользу того, что человек может тогда признать свою правоту, что если ты у него попросил прощения, и, скажем так, признать себя победителем, но ведь именно вот эта мысль, она порой останавливает человека от того, чтобы попросить прощения, то есть не может быть такого, что дьявол как раз-таки вот через такой помысл, что если ты сейчас пойдешь, попросишь прощения, значит ты признал свое поражение, значит ты признал, что в итоге ты не прав, а он прав, поэтому не надо тебе эти прощения, то есть вот вы меня потому что опередили, я именно как раз вот про эту мысль хотел сказать, но с другой стороны, что дьявол иногда может такую мысль горделивую всевать человеку, что ты не проси прощения, ну как это, иначе ты тогда признаешь свое поражение, не может вот такого искушения быть этот Максим? Может, и очень часто именно так и происходит, особенно одно дело попросить прощения у человека, который тебе неизвестен, и ты его увидишь там первый раз, и ты попал на службу прощенную в воскресенье, и вот тебе сказали у всех простить прощение, ты подходишь к этому человеку и спокойно у него просишь прощения, другое дело именно вот эта самая редиска, которая тебе вчера, значит, там свинью подложила, а вот, конечно, у него очень сложно, и да, дьявол начинает именно так это и делать, но тут ведь дело в чем? Ты в своем сердце должен его искренне простить, искренне пролить даже слезы, проявить любовь, сострадание, но может быть внешне ты это не покажешь, ну скажем так, из педагогических побуждений, где-то даже может быть смиришь себя свою гордыню, что вот я подошел, попросил у тебя прощения, это тоже, кстати, такой момент, где дьявол может нас и так уловить, и получается, что вот в своем сердце ты не должен это допускать. Спасибо, отец Максим, за добрый разговор о прощении, дай Бог, чтобы слова молитвы Отче наш проникли в наше сердце, и мы в нашей жизни руководствовались именно всепрощением и любовью к тем ближним, которые нас окружают. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, ангелы всем хранителя, с Богом, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok